Жители Бердска жалуются на работу детских поликлиник. Большая нагрузка на врачей, острая нехватка педиатров, а длинные очереди и скучность пациентов могут стать еще и причиной приобретения дополнительных заболеваний. Об этом мы рассказывали в прошлых выпусках новостей. О проблеме стало известно и в региональном Минздраве. В минувший вторник детские поликлиники Бердска посетили детский омбудсмен Надежда Болтенко и министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. СМИ на данную встречу приглашены не были. По словам представителей Центральной городской больницы, во время встречи главный врач Бердска Алла Дробинская рассказала, что для молодых специалистов больница предлагает достойную заработную плату, а городская администрация решает вопрос с предоставлением жилья. Для привлечения молодых медиков БЦГБ взаимодействует с местным медколледжем и новосибирскими вузами. За последние два года в педиатрическое отделение Бердской больницы приняты на работу пять участковых педиатров, два врача ультразвуковой диагностики, детский кардиолог, детский отоларинголог, детский офтальмолог, два детских психиатра и детский хирург. Еще два педиатра пришли в детское отделение стационара. Надежда Болтенко отметила хорошую оснащенность медучреждений современным оборудованием, комфортные условия, созданные для пациентов и их родителей. Омбудсмен также поговорила с сотрудниками поликлиник, родителями маленьких пациентов. Основной вопрос – очереди к педиатрам и узким специалистам, причина которых – увеличение численности детского населения города, которое усугубляет нехватка кадров, в первую очередь – врачей. Подводя итоги визита, по словам пресс-центра ЦГБ, Надежда Болтенко отметила позитивную динамику в организации медицинской помощи детям в Берске и подчеркнула, что это результат совместной работы регионального Минздрава и главного врача города. Свои вопросы представители городских СМИ задать гостям не смогли. Напомним, встреча проходила в закрытом формате.